всем привет я тут нашел на фейсбуке одно видео к сожалению я не знаю кто автор этого видео не имени не канала потому что сегодня многие видео просто-напросто откуда-то скачиваются куда-то перекладываются и так вот по 5 по 10 раз и в конечном итоге автора этого видео найти невозможно поэтому у меня первая просьба ребята гости канала если вы знаете кто автор этого видео пожалуйста дайте мне знать чтобы я мог указать его и его канал под этим видео значит мне это видео понравилось тем что во первых фамилию человека стоявшего у истоков создания скажем так советского боевого искусства я не знал фамилия нил николаевич ознобишин мне это видео понравилось я его скачал и решил показать его вам чтобы вы тоже вот посмотрели скажем так окунулись немножко антологию создания боевых искусств в антологию развития боевых искусств на территории советского союза на территории молодой советской республики и конечно же там еще возникает одна фамилия некто спиридонов который вроде бы стоял у истоков создания самбо ну а щепкова мы знаем харлампиева мы знаем а вот спиридонов для меня это имя звучит впервые ну может быть я каких-то исторических источников и не читал не знаю утверждать ничего не собираюсь но тем не менее видео которое я хочу вам показать заслуживает с моей стороны с по моей точке по моему мнению заслуживает внимание поэтому я желаю вам приятного просмотра делайте выводы смотрите комментируйте не забудьте подписаться на этот канал если кто еще не подписан ну и всем удачи пока советском государстве рукопашный бой прошел непростой путь развития вместе с царскими пережитками попали в опалу старинный русский кулачный бой и все школы рукопашного и штыкового боя с помощью которых обучали дореволюционную армию и сотрудников царской полиции красной армии милиции и спецслужбам молодого советского государства были жизненно необходимые новые школы рукопашного боя чтобы восполнить недостаток знаний и сформировать навыки самозащиты и задержания начинают привлекать новых специалистов в 1924 году в свет выходит пособие физическая подготовка рабоче-крестьянской красной армии и до призывной молодежи в этом руководстве были показаны несколько приемов французской борьбы а также техника ударов и нажатии на несколько болевых точек в итоге это пособие оказалось малопригодным для реальной уличной драки вот тогда на горизонте появляется один из первых серьезных авторов по боевому искусству в 1930 году издательство НКВД РСФСР выпускает книгу Нила Знобишина искусство рукопашного боя на тот момент это было весьма эффективное пособие максимально приближенная к реальной уличной драки книга быстро разошлась и стала популярной у чекистов и милиционеров однако вскоре это пособие неожиданно попадает в разряд запрещенных книгу изымают из магазинов и библиотек после чего уничтожают сам автор книги в результате ложного обвинения был репрессирован и сослан в казахстан Нила Знобишин несмотря на дворянское происхождение высшее образование и знание пяти иностранных языков предпочел работу в цирке вместе с труппой иностранных артистов объездил множество стран вторым увлечением был бокс молодой человек старался не пропускать все боксерские матчи занимался организации боев а в 1915 году сам принимал участие в первом чемпионате москвы по боксу в 20-е годы в советском союзе увеличивается число зарегистрированных преступлений складывается неблагоприятная криминальная обстановка именно это обстоятельство потолкнула Знобишина обратить внимание на рукопашный бой к тому же на тот момент у молодого человека уже был опыт уличных драк из которых он не всегда выходил победителем а знобишин внимательно изучал и анализировал приемы и методы нападения криминальных элементов он заметил что излюбленными приемами уличных драк были удары головой в лицо удары небольшим холчевым мешком набитым песком удары пальцами в глаза и использование холодного оружия молодой человек понимал что знание классического бокса не поможет в таких случаях защитить себя после чего он решает выпустить свое пособие по рукопашному бою итогом стала книга искусство рукопашного боя в ней ознобишин критикует популярные увлечения самозащиты он считает что признанные системы самообороны англии японии франции не имеют ничего общего с обычной уличной дракой и более того мало применимы в реальной обстановке по мнению ознобишина преподаватели английского бокса выпустившие свои техники самообороны не хотят признавать что удар ноги обутый в обычный ботинок намного опаснее и сильнее удара рукой ознобишин посещает футбольные матчи и изучает статистику травм футболистов которая подтверждает что игроки очень часто получают переломы ног из-за ножных ударов и теряют сознание после ударов по болевым точкам ног далее ознобишин комментирует японское искусство рукопашного боя джиу-джитсу он считает что набирающая популярность джиу-джитсу может считаться только одним из элементов самозащиты по его мнению преподаватели джиу-джитсу совершенно не стремятся к реальной обстановке боя они дают хорошую физическую нагрузку но не учат как нужно драться автор новой методики решает объединить в единую систему самые подходящие приемы для уличной драки которые есть в английском и французском боксе в джиу-джитсу а также во французской и вольно-американской борьбе дополнив все это техникой стрельбы из огнестрельного оружия это было единственное пособие основанная на практике уличных драк нил ознобишин практиковал дворово-хулиганскую точку зрения победа в драке любой ценой и любыми методами доведение противника до его беспомощного состояния на тот момент эта книга произвела настоящий фурор ознобишин отрицал такое понятие как необходимая оборона или превышение пределов необходимой обороны он считал что в уличных драках таких понятий просто не существует свои заключения он делал из реальной действительности и знания криминальной психологии ознобишин часто вступал в дискуссии с теми кто изучал японские боевые искусства практикующие надавливание на болевые точки противника нил николаевич говорил что в советском союзе из-за климатических особенностей население большую часть года носит теплую одежду и поэтому восточные приемы надавливания на болевые нервные окончания здесь просто бесполезны особое значение ознобишин придавал расстоянию между противниками если оно было достаточно большим то по мнению автора нужно было просто воспользоваться револьвером и не изображать из себя мастера боевых искусств нил николаевич практиковал молниеносную стрельбу без прицеливания некоторые специалисты считают что подобная методика возможно стала основой для стрельбы по македонски которой пользовались сотрудники смерша если противник оказывался на более близком расстоянии ознобишин считал что поставленные удары ногой будут наиболее эффективными для этого он предлагал воспользоваться французским боевым искусством сават в котором удары ногами были адаптированы под ведение боя в тяжелой обуви с плотной подошвой следующей дистанции боевого соприкосновения была дистанция удара кулаком ознобишин считал что в подобном случае отлично подходят приемы старого английского бокса если противник приблизился на более близкое расстояние то можно было воспользоваться ударами локтя или колена на дистанции боя вплотную ознобишин практиковал приемы джиу-джитсу последней дистанции боевого соприкосновения был бой лежа на земле здесь автор практиковал дворово-хулиганские приемы например бросить в глаза противнику горсть песка или земли в конце книги были подробно описаны приемы задержания и конвоирования криминальных элементов ознобишин считал что его пособие будет полезно не только для преподавателей школ милиции но и для обычных рядовых граждан по одной из версий советские спецслужбы посчитали что приемы из этого пособия могут применяться против них и сотрудников милиции которые еще не имели должной подготовки весь тираж книги был изъят из библиотек и магазинов и уничтожен все последующие боевые пособия выходили под грифом только для сотрудников нквд некоторые специалисты считают что за уничтожением всех книг ознобишина стоит виктор спиридонов это был один из основателей самбо его школа самозащиты явно проигрывала боевому пособию ознобишина а к своим конкурентам спиридонов относился очень болезненно он сделал все чтобы именно его система рукопашного боя была взята для подготовки сотрудников рабочей крестьянкой милиции и спецслужб ознобишину запретили преподавать свою систему рукопашного боя его использовали только в качестве консультанта в московской школе милиции нил николаевич долго не мог смириться с тем что ему не дали реализовать свои идеи и свою школу боевых искусств после тяжелой депрессии ознобишин пристрастился к алкоголю развелся с женой и фактически остался бездомным он зарабатывал тем что переводил литературу для института физкультуры в 1941 году ознобишин был арестован за то что он якобы вел пораженческие разговоры и поддерживал связь с немцами нил николаевич был осужден и отправлен в саратовскую тюрьму после чего был сослан в казахстан а его дальнейшей судьбе ничего не известно а 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 Продолжение следует...